Могу только сказать, что мне очень жаль, что мы подвели своих болельщиков, пришедших, особенно в Союзе, и те, кто болел за нас. Союзу за это поражение беру только на себя, потому что не смог достучаться до футболистов, и первые 20 минут это показали, что просто не будет. С учетом того, что провалили начало матча, а потом возвращались в игру, местами действительно неплохо, но недостаточно для того, чтобы выигрывать. Как-то так. Можно ли сказать, что свою роль сыграли дополнительные полчаса, которые вы провели на этом музее больше, чем в Жодин? Я имею в виду Курка. Ну, они точно сыграли какую-то свою роль, с учетом того, что нам не хватило элементарно даже эмоций, наверное, потому что много эмоций отдали в Сгродно, потом в серии после матча в пенальти она тоже забирает много эмоций, положительных так. Вот. И с учетом того, что игра была достаточно скоро, то есть понятно, что не будет за это. Но с другой стороны, то есть реализовывать то, что создал, и как минимум нужно забивать больше, чем то, что мы забили. Илья Петрович, в начале сезона вы часто практиковали схему 4-3-3. Сейчас в последних матчах можно заметить, что вы играете по схеме 4-2-3-1. Эту схему выбираете под каждого соперника индивидуально, либо уже как-то перестраиваете? Ну, в принципе, стараемся все выбирать индивидуально. Здесь же вопрос. Система игры, которую мы выбираем, про атаку играете или про оборону? Ну, про атаку. 4-3-3, наверное, у вас в атаке? Ну, тогда мы... Тогда мы... Мы во втором тайме играли 4-3-3. Да и в принципе, мы и в первом тайме играли 4-3-3. Просто... Есть определенный крен в определенной взаимодействии, вот. И поэтому иногда кажется, что там стоят два опорных, и за счет этого кажется, что 4-2-3-1. Хотя, ну, частичного права. Еще вопрос. Александр Шестук сегодня получил повреждения. Это мышечный фронт? Да, ну, у нас... На самом деле, эта вся эпопея еще с Бобруська длится. Он тогда получил это повреждение, и сейчас он, в принципе, просто... Тогда на тот момент там казалось, что он еще может как-то. Это было не фатально, но вот... С учетом того, что не достает там иногда где-то кадров футбольных, он приходится рисковать. И в данном случае получилось, что тот повреждение, которое у него было, он усугубил. То есть, точно так же у нас там еще пару футболистов, поэтому... Повторю то, что сказал и в прошлый раз, и в позапрошлый. И слишком дорого нам те три очка остали. Еще другой вопрос. Если можно, зачитать, да? Потому что он длинный. Вот сегодня была пресс-конференция, Игорь Ковалевич выразил мнение, что говорить о том, что Батте заслуженно победил Неман в кубке, это неправильно с вашей стороны, то есть не по-мужски. Как вы можете прокомментировать высказывания? Ну, я не буду комментировать высказывания тренеров, коллег. Я буду, спасибо.